Привет всем! Я хочу показать мое понимание параболического удара и его параллельно. Параболического удара Герману Попову, который я ломал. Я медленно показываю. Значит, сейчас замедленная съемка началась. Несколько раз буду вносить. Обратите внимание, как двигается торс. Лордос, кайфос и опять лордос. Я показываю несколько вариантов подшага, так сказать, движения вперед. Вот, с задней правой ноги, бом, и удар. Теперь вес тела на передней ноге, на левой. Мы, конечно, понимаем, что все это происходит в процессе движения, а тут только демонстрации специально большие растянутые движения. Вот лордос люмбарный, да, вот люмбарный лордос здесь и опять же тифос потом и опять лордос. Понятно, что все эти удары хлыстообразны. Кулак совершенно расслабленный в момент удара. И он работает, как кистень, на самом деле, на мягком запястье. Тело и все его части совершают трехмерные движения. Центр тяжести колебится по разным причинам. И в результате раздиба и сгибания ног, и также в результате поднятия и свисания таза. Посмотрите внимательно на пальцы правой руки в момент удара. Продолжение следует... Ну, вот более-менее все, то, что я хотел показать. Естественно, вместо ударного, вместо броскового движения предмета, у которого, как правило, траектория будет вот такой, здесь траектория преобразована вот в такое движение, если смотреть сверху. Собственно говоря, она при любом угле зрения будет примерно похожей. Та же фигура. И очень важно, что здесь используется исключительно естественное движение, то есть наиболее близкое к врожденному. Части тела, вот эти, совершают собственные вращения, сгибания вбок, сгибания вперед и назад, то есть трехмерные вращения. И при этом каждая из этих частей, да, каждая из этих частей будет описывать еще фигуру, то, что мы называем тай-джи-ту или ин-янг, она будет примерно вот такой. Это левая сторона или правая у меня, ну и справа будет на рисунке, а у меня это левая, будет примерно то же самое, вот так вот это будет идти. Вот более-менее все. Вот как я вижу примерно понимание параболического удара и параллель его в ИСАИ. Ну, надеюсь, что это разбудит какую-то дискуссию, понимание и очень жду реакцию самого Германа. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...